ДВХАП.РУ Огромное количество туристов бронируется самостоятельно. Огромное количество туристов. И это, на самом деле, головная боль каждого из нас. Потому что мы, на самом деле, воюем с рынком B2B. Мы пытаемся, собственно, завоевать рынок B2C. Потому что это рынок 90%, который не охвачен, по сути дела, деятельностью туроператора. У меня есть свое объяснение, почему. А, я считаю, что это четко совершенно плохой контракт. Потому что туристу гораздо выгоднее забронироваться на Booking.com, чем, собственно, брать у туроператоров эти цены, которые увеличены. То есть проблема в том, что при образовании туров мы превышаем рекрет, стоечную стоимость отелей. По инкамингу, по внутреннему туризму за 2017 год. Причем, знаете, что иностранцы начинают осваивать вот эти именитые территории гораздо быстрее, чем российские туристы. Возможно, это связано, ну, конечно, это связано с тем, что они более обеспечены. Но так или иначе, конечно, нужно обязательно рекламировать наши территории. А, Горный Алтай, Республика Алтай. Обратите внимание, внизу идут алтайские фотографии. Самое интересное, что это фотографии без фотошопа. Новая Зеландия и Нижнее Мутинское озеро из Голубых озер, Республика Алтай. Один в один, как будто, да? Две одинаковые фотографии, просто два разных ракурса. Северо-Чуйский хребет Алтай и Южная Альпа, Новая Зеландия. Франция и гора Белуха. Причем, гора Белуха является наиболее известной в Республике Алтай. И действительно, достаточно большой уже серьезный поток иностранных туристов идут на Белуху. Россиян мало, мало. А, Золотые Ворота, Сан-Франциско. Коллеги, оказывается, этот мост был сделан по прототипу моста через реку Катунь. Горный Алтай, Республика Алтай. Это исторически известный факт. Озеро Морейн, Канада. Опять же, одно из Голубых озер Республики Алтай. Австрия и Чуйский тракт, Алтай. Тропа троллей, Норвегия. Я была на ней. А вот, кстати, на этом перевале в Горном Алтае я стыду к своему не была. Я была. Красотища? Неописуемая. Неописуемая. Фьорды в Норвегии и слияние Чуй и Катуни, опять же, Горный Алтай.